Продолжение следует... Но до недавнего времени имела место дискриминация сельского населения в отношении доступности квалифицированной врачебной помощи. В большинстве сел медицина была представлена в основном плохонькими фельдшерско-акушерскими пунктами, где все оснащение состояло из шприцев и фанэндоскопа. Недавно в районе была разработана программа максимального приближения квалифицированной медицинской помощи селянам, благодаря которой сегодня сельские жители имеют возможность получить значительный объем медицинских услуг, не выезжая в город. Сегодня в каждом сельском поселении Углического района существует амбулатория врача общей практики. Это, по сути, мини-больница, в которой пациент может получить некоторые физиопроцедуры, ряд диагностических обследований, электрокардиографию, мелкие хирургические манипуляции, полные склининка обследования, лечение на койках дневного пребывания, а они есть, кстати, в каждой амбулатории врача общей практики, и ряд других медицинских услуг. Врача общей практики нередко называют семейным врачом, ведь он подготовлен по 20 специальностям, в том числе по таким, как офтальмология, хирургия, неврология, педиатрия и другие. Впервые на селе стали открываться школы здоровья для пациентов с хроническим заболеванием, благодаря которым улучшили качество жизни большинство больных из этой категории граждан. В рамках областной целевой программы развития амбулаторно-клинической помощи при софинансировании муниципального бюджета за последнее время были проведены реконструкция и ремонт Покровской, Головинской, Отрадновской, Ильинской амбулатории. Строительство у Лейминской амбулатории врача общей практики. Отремонтировано 25 фельдшерско-акушерских пунктов. Закуплено современное оборудование на сумму 4,5 миллиона рублей. Всего на реформирование системы сельского здравоохранения потрачено более 27 миллионов рублей. Из них 13 миллионов – 760 тысяч рублей. Это средства муниципального бюджета. Администрация Углического муниципального района постоянно курирует вопросы организации медицинской помощи сельского здравоохранения. Не равнодушны к этим проблемам и главы сельских поселений. Очень хотелось бы, чтобы все ведомства принимали активное участие в возрождении села. Я сама уроженка сельской местности и с большим трепетом отношусь к сельским жителям. И считаю, что сельские жители заслуживают гораздо больше внимания, чем горожане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова